Доброго времени суток! Сегодня мы поговорим о ноутбуке от компании Lenovo серии iDiapad 320-17LKB который оснащен 17-дюймовым дисплеем Серию этого ноутбука, серийный номер вы можете увидеть в описании к этому видео а также появится где-нибудь вот здесь, допустим В этом ноутбуке установлен процессор Core i5 8-го поколения 8250U а также оснащен дискретной видеокартой от компании GeForce NVIDIA GeForce MX150 с 2 ГБ видеопамяти В ноутбуке имеется 8 ГБ оперативной памяти Я сейчас покажу в свойствах Сейчас немножко приближу Вы видите здесь Core i5 8250U Тактовая частота у него в базе 1.6 ГГц В режиме Turbo Boost 3.2 или 3.4 ГГц поднимается кратковременно 4 ядра 8 потоков Вот вы видите 3.4 иногда в Turbo Boost Поднимается частота В чем идея создания этого видео Суть заключалась в том, что ноутбук без SSD работать толком не может нормально Когда я заказывал этот ноутбук У него в комплектации Ну вернее Эта серия ноутбуков Она бывает двух типов С одинаковым серийным номером Есть ноутбуки, у которых В составе системы имеется Жесткий диск на 2 ТБ Без SSD А есть серия, в которых имеется SSD на 128 ГБ И жесткий диск на 1 ТБ В данном случае я заказывал ноутбук с SSD Но в общем тот магазин, в котором я это покупал Допустили кое-какую ошибку И прислали мне ноутбук без SSD Но с 2 ТБ жестким диском Я сначала думал Свернуть ноутбук назад Но я этого делать не стал У меня в принципе ноутбук остался у меня Потому как стоимость того ноутбука, который мне пришел С 2 ТБ жестким диском А равносильно тому, который с SSD Ну поэтому я начал небольшую переписку С магазином В котором я это все дело покупал Я не буду рассказывать, что это сам магазин Потому как мы пришли к обоюдному согласию И магазин мне в качестве бонуса Выслал бесплатно SSD емкостью 120 ГБ Вот когда я его пытался установить У меня возник трудности, сложности с ним Потому как SSD мне прислали M2 Тот, который должен здесь по идее и стоять в рабочей модели Но давайте, чтобы много не рассказывать Я сейчас сниму заднюю крышку с ноутбука И в принципе расскажу вам Покажу тонкости, нюансы Как его надо устанавливать здесь И заодно вы увидите Из чего он состоит, этот ноутбук внутри Потому как описаний этого ноутбука в интернете я не нашел Есть похожие ноутбуки Из этой серии 320 Но вот в этой комплектации С процессором i5 И с GeForce MX150 Я не нашел Также Не описано Как здесь дела обстоят с SSD С внутренней установкой Вы сейчас это все увидите В принципе Заодно увидите, как быстро ноутбук выключается Все, лампочка погасла, ноутбук выключился Ну, саму процедуру разборки я показывать не буду Здесь особых проблем нет Надо выкрутить просто все винтики по периметру Вынуть бокс от CD-привода Которого здесь нет Здесь заглушка стоит Но заглушка интересная О ней будет отдельный разговор И просто-напросто снять аккуратненько заднюю панель Итак, вот он ноутбук В разобранном состоянии Я думаю, он, надеюсь, помещается Весь в кадр Ну, что я могу сказать Вы видите, в этом месте Должен стоять CD-привод Вместо которого заглушка Я потом покажу, что у меня в ней находится Вот она Вот такая вот Пластиковая Жесткий диск Аккумулятор Оперативная память Кстати, по поводу оперативной памяти Здесь внутри находится 8 ГБ Но планка на 4 ГБ То есть 4 ГБ здесь распаяны на самой плате И 4 ГБ Планка памяти О, я думаю, видно Вернем ее назад Вот Система охлаждения в этом ноутбуке Как по мне, ее очень мало Она недостаточная Но, по крайней мере, она Большего размера Чем стоят в ноутбуках С менее прозвительным процессором Менепрозвительной видеокартой Это явно заметно Вы можете посмотреть Если найдете какое-то видео С его похожим ноутбуке Видно, что Там Система охлаждения Самая теплотрубка Она Более тонкого Сечения Меньшего размера Ну и Один из главных моментов Почему я его разобрал Если С завода поступает Ноутбук В котором Должен стоять Внутри SSD То он идет Фактором М2 Здесь Предусмотрено место Для укрепления Есть винтик И место под Разъем Но, увы, к сожалению Если Он завода не комплектуется С жестким диском Формата М2 То Производитель Просто-напросто Не распаивает Здесь разъем Вот это я считаю Уже Довольно-таки Существенный минус Потому как Вроде копеечная Копеечная запчасть А без нее Уже как-то Неполноценно себя чувствуешь Вот и Та ситуация Которая у меня произошла С магазином Мне прислали В последующем Жесткий диск М2 А Инсталлировать И сюда Я его просто Физически не могу Ну Я не стал Заморачиваться над тем Чтоб Этот диск Перепродать И как-то купить Сатовский МСата SSD Чтобы поменять его Вместо жесткий А жесткий Воткнуть в карман CD-привода Я так Прикинул по стоимости В принципе Мне купить было Переходник на С МСата На М2 Оказалось дешевле Чем бы я покупал Новый SSD Поэтому Как я вышел Из положения Заводской Бокс Который здесь Находится Пока не смотрите Что здесь Это Немножко Следы Садомаза есть В общем Заводской бокс Который имеется Он подразумевает 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 В себя Установку В него Жесткого диска У него есть Соответствующие Крепления Соответствующие Отверстия Под болты Где его можно Крепить Но единственный Недостаток У него Нет Вот этого Платы Переходника Плата Переходник С разъема Сиди-привода Сатовский На Эмсата Для жесткого диска Эту плату Можно купить На Алиэкспресс Можно посмотреть Если вы с Украины На OLX Я на OLX Покупал И с Россией Есть на Авито Тоже встречал Я на нее Ссылку оставлю Ссылка будет В описании С ebay Где можно купить Вы посмотрите Название И в принципе Можете найти его У себя В своей стране Второй нюанс Это Переходник С Жесткого диска С M2 На M-SATA Вот он Маленький Переходничок Маленькая плата И там Внутри В него Вставляется M2 Вот они Два маленьких Разъема Через которые Он крепится То есть Там плата Вставляется И поджимается Этим винтиком Вот это Все остальное Что я на колхозе Это Так сказать Примитивная Система ухлаждения Потому как M2 При работе При нативной Довольно таки Сильно греется И это нормально Это Он может греться Но при этом При достижении температуры Более 70 градусов У него включается троттлинг И скорость его работы Немножко падает Пока он не остынет То есть троттлинг сработал Он остыл Скорость опять восстановилась Это что-то типа Примитивного радиатора Через алюминиевую пластину Через термопасту У меня Есть контакт С контроллером Самого жесткого диска И с микросхемой памяти При этом Я добился Снижения температуры Жесткого диска На 20 градусов И в принципе Сейчас у меня температура Выше 50 градусов На жестком диске Не поднимается Так 40 50 В таких пределах Она мне держится Ну можно в принципе И без этого всего Просто немножко Температура будет выше Вот Давайте я сейчас тогда Я Соберу обратно Эту всю систему И Покажу как она работает Да кстати Один маленький Момент Много кто рекомендует Поменять Местами Жесткий диск Поставить в разъем CD-привода В коробку В бокс От CD-привода А Сам SSD Установить на место Жесткого В данном ноутбуке Этого делать Не имеет смысла Потому как Оба разъема SATA Которые здесь Имеются Они все SATA 3 То есть Разъем На CD-привод Он не урезанный Он поддерживает Полную всю скорость Вы увидите это потом По тестам Самого жесткого диска Давайте Сейчас собираю И покажу Время За сколько Ноутбук На 10 Винде У меня загружается Итак Ноутбук я собрал Все благополучно Все работает Все хорошо Ну что ж Давайте попробуем Тест На скорость Загрузки Windows У меня установлен Windows 10 Ну что Поехали Все Все Это и все Это и все Я думаю Вы понимаете Что это намного Быстрее Чем Та же самая Загрузка Идет на Жестком Диске Я не могу Сейчас сравнить Просто с жестким Диском Потому как у меня На жестком Нет установленной Операционной системы Только на SSD Ну Визуально Скорость Загрузки Раза в три Быстрее Чем на жестком Диске Ну естественно Все загрузилось Мгновенно Сразу же Если так Просто для сравнения Хотя бы Ну давайте Попробуем запустить Google Chrome Вы знаете Что он при загрузке Если на жестком Диске Он довольно таки Долго прогружается Здесь же это все Практически мгновенно Я открыл Все У меня Google Открытый Ну Google Chrome Открытый Сразу же Ну и так Как же самые остальные Все программы Которые загружаются Намного быстрее В принципе В целом Давайте я покажу Тесты Которые Есть у меня На жестком диске Сейчас вы увидите Результаты тестирования Скорости SSD И для сравнения Жесткого диска Который находится Здесь В этом ноутбуке Я два теста провел Как вы видите Скорость Колоссально Очень значительно Отличается У SSD Намного быстрее Поэтому Я бы рекомендовал Все таки Устанавливать SSD Я очень доволен Его работой Как бы Когда начинка В ноутбуке В компьютере есть И Все ограничивается В основном Только Работой С жестким диском Поэтому Он я считаю Необходим В компьютере В ноутбуке И так далее Ну Как вы видите Скорость Работы С Самим SSD Ограничена Только его Внутренней Скоростью Ну Это еще раз Доказывает То что В разъеме Для подключения Дисковода SATA разъем Используется SATA 3 С максимальной Скоростью То есть Он его не ограничит Работу В принципе То что Заявляет Производитель Единственное Единственное Только Вот это число Скорость Скорость Записи На жестком диске 425 И 9 Мегабит В секунду Должно быть 500 Ну Немножко Здесь меньше Зато Скорость Чения Тоже Должна быть 500 А здесь 500 540 Ну Я считаю Это В пределах Разумного Отклонения Ну И то По сравнению С жестким диском Эта скорость Очень Большая Если Кому Интересно Обзор Этого Ноутбука Производительность Как он работает Сколько работает По времени От аккумулятора Как тянет Игры Какой ФПС Как ведет Себя Видеокарта Я могу Сделать Отдельный Обзор Чисто На Его Работоспособность Ну Ноутбуками Доволен Если Есть Какие Вопросы Что Я не Рассказал Потому Что Я мог Какие Нюансы Упустить Задавайте Я на них Отвечу Ну а так В принципе У меня все Спасибо За внимание Кто смотрел Подписывайтесь Оценивайте Ставьте лайки И до будущих встреч До встречи Субтитры